всем привет вы на канале tour travel stories и сегодня мы в лосином острове приехали на лосиную биостанцию это находится на территории москвы недалеко от города мытища вот такие здесь виды вокруг недалеко пасутся олени их еще здесь не видно потом поближе подойдем вот сейчас ждем нашего приема здесь идет по записи у нас посещение с сурсоводом вот мы записались на 10 утра вот достаточно дорогой билет стоит посмотрите в интернете что-то в районе то ли 600 или 700 рублей на одного человека вот кормить к сожалению сейчас животных нельзя видимо из-за пандемии точно не знаю вот и что еще скажу сюда добираться достаточно непросто google навигатор не заводит правильно поэтому пользуйтесь яндекс навигатором но как я и говорил то что билеты стоят 700 рублей выходные с взрослого с одного здесь также есть парковка она стоит 250 рублей без учета времени то есть за время вы не платить вот так пасутся олени их достаточно много но к сожалению сейчас к ним подходить нельзя наш вот видите написано особо охраняемая зона но надеюсь мы все равно их увидим поближе когда все это дело оплатим по другую сторону от центрального входа тоже пасутся олени очень большая стая уже не на площадке а просто в лесу здорово людей не боятся по крайней мере издалека ну вот заснял на небольшом увеличении оленей очень прикольно не очень спокойные никого не боятся супер пока сегодня холодновато минус 16 снимать руками конечно очень круто круто олени подошли поближе смотрите как их много обалдеть может быть попробую не поближе подойти не знаю вот смотрите они прям бегут обалдеть как быстро здорово через дорогу перебегают и идут к тому к той стаи которые вам уже показывал суперски так что поближе их можно будет вполне увидеть приезжайте вот так много лосей здесь живет у каждого даже есть имя сейчас посмотрим их здесь находится вокруг нас с вами при этом как национальный парк территория достаточно молодая 80-го 24 августа 1983 года но хоть парк и молодой фактически это второй национальный парк основанный в нашей стране старше нас сочи и разница в возрасте составляется на все пару месяцев территория парка составляет на сто двадцать пять квадратных километров все зависимость от того какой он огромный вот какая помощь нужно животного девочка зовут марго ей сейчас два полных года да можно угостить а осень не умеют кусаться у лося по природе нет верхних передних зубов верхних и девочка молодая девочки два полных года вот приехала эта девочка к нам с королева в январе в девятнадцатом году молодой лосенок возрасте там в месяц и начал ходить до королева в пустарнички местные добрые жители пожалели лосенка как это так бедные несчастные животные с голодых выбивать не требует по идее лоси синий не едят всегда вот то что она возмулась и подбрала сену снова это большее исключение чем брауза вот в зимний период у них основная пища остается ну вот наконец у нас оставили вдвоем это лосиха марго она очень любит покушать вот остальной народ уже ушел а я решил поснимать для вас какая она классная иди сюда марго 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 ну все она видимо уже уходит класс кстати мы узнали то что здесь примерно обитает 50 лосей на территории 200 оленей и где-то 80 кабанов класс ну все марго пока марго меня не отпускает привет ты опять сюда пришла какая-то милая ну все давай пока здесь он даже малыши приходит смотреть на них класс как прикольно вот с той стороны тоже есть будка и огромное количество волосей туда тоже сейчас наверно подойдем смотрите как классно это кабан он просто огромный у него такие огромные клыки слушайте но он прям очень страшный посмотрите если если он откроет рот у него прям огромные-огромные клыки и он так пыхтит с таким с лесом в лесу увидишь прям офигеешь ну все убегает от нас испугался они такие здоровые в лесу конечно с таким встретишься офигеешь очень классно ну все отпускаем тебя привет привет ты какой огромный класс такой ты прикольный да и особо не агрессивный но ты бегаешь конечно очень быстро привет какой-то здоровый на посмотри вверх кто там кстати нам сказали что это еще малыш то есть он вырастет будет в два раза больше еще обалдеть такой уже достаточно страшный это мы подошли к оленям по-другому называется морал он сейчас в вольере их не так много здесь красивые у него рога очень и здесь малыши еще ходят вот так и кормят подошел самый главный вожак смотрите какой огромный моралы привет милашка какие у тебя рога класс оказывается можно подняться на эту будку и посмотреть на оленей сверху суперски а там они кормятся смотрите это где-то третий этаж а там лосиха небольшая ну все спускаемся здесь конечно намного скользковато но прикольненько очень удобно сделано за наблюдение за животными вот она лосиха наша детям здесь конечно шикардос радость привет смотрите какой милый вообще прикольный такой такая она добрая малышка вообще клёво очень нам нравится мы приехали в еще одно место которое находится в лосином острове она немного подальше находится это чаепитие в мытищах такой здесь дом располагается я так понимаю здесь можно покушать и еще здесь что-нибудь интересное посмотрим в принципе здесь просто домик и все и беседки вот посмотрим но я думаю что это примерно практически просто кафешечка музей чаепития в мытищах мы решили не посещать потому что здесь негде к сожалению покушать вот музей небольшой а стоит достаточно дорого там в районе 500 рублей вот поэтому просто посмотрели дом снаружи так в принципе здесь делать нечего на этом наше путешествие небольшое по лосинам острова закончено надеюсь вам понравились лоси понравились олени подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставайтесь с нами до скорых встреч